Ну что ж, господа, посмотрим, что за гадость подготовил нам товарищ Ромеро, когда, спустя всего-то на всего 21 год после выпуска оригинала, выпустил обновленную версию 8 уровня первого эпизода оригинального Doom. Играем на сложности Ультра Вайланс, ибо как иначе. И видим что-то вот такое. Здравствуйте, товарищ Ромеро, приятно с вами пообщаться, и я съедаю сразу раза в три больше урона, чем ожидал. Ну, почему бы и нет, в конце концов урон нужен для того, чтобы его съедать. А еще я трачу больше патронов, чем рассчитывал. Это все не играет мне в плюс. Ничего, здоровье-то мы сейчас восстановим. Траськи. Да. Но ситуация все равно не очень приятная. Ладно, давайте-ка сыграем противного. Вычистим вот этих гимпов. Заберем рутишку. И попытаемся вычистить этот проход к этой стороне. Ну вот как-то так. Итак, завладев этой территорией, мы можем издавить здесь столь полезным в хозяйстве предметом, как шестистволочка. Шестистволка позволяет решать многие проблемы, которые без шестистволки нормально не решить. Спасибо, дорогой товарищ, что высказали свое мнение по этому вопросу. Я всегда рад услышать серьезную, взвешенную критику Мейт-3. В принципе, с этой точки можно получить возможность немножечко упростить себе жизнь в ближайшем будущем. Но только самую малость. Теперь быстренько сваливаем отсюда. И мы можем спрыгнуть на вот эту вот дорожку. Здесь будет довольно-таки неприятная локация, которую желательно быстро вычистить. Так, мы этих чуваков загибаем и выносим стрелков в этой комнате. Как-то так. У вас двоих тоже спасибо. Хорошо по-руди. Ой, елки-палки. Товарищ, умри уж. Спасибо. И сейчас мы попробуем забрать вот тот рюкзачок. Отлично. Расчистив это пространство, мы можем попробовать обзавестись желтой карточкой. Что нам, кстати, и удалось. Эти монстры нас не сильно волнуют. Что нас сильно волнует, это вот те монстры. Как-то так. Одна из главных проблем на этой карте, это, конечно, постоянная нехватка патронов. Нет, 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 я не хочу умирать, я слишком молод. Это даже не смешно. Придется сходить на дозаправку. Да, я дрожавел больше, чем я думал. Старость не радость, господа, старость не радость. И попадаем в мир ловушек и бардака. Спектры, пинки. Главное, не попасть в ту ситуацию, в которую попал я. Потому что спектры имеют дурную привычку выедать здоровье со скоростью звука. Здесь, к сожалению, нифига не видно. И держи. Производим небольшую рекогностировку. Вроде бы мы с вами, товарищи, ничего не пропустили. Кроме вот этого импа. Так, здесь открылись ловушки. Которые позволят нам чуть-чуть расчистить себе пространство. Крывем вот эти бомбы. И начнем открывать манстрятники. Имп должен умереть. Спасибо им, ты настоящий друг. Твоя смерть послужит человечеству. Здесь стоял тот самый, одинокий стрелок. Так, ну что же. Дособираем здесь предметы, потому как на этой карте каждый предмет на весь золото. И поднимем вторую площадку. Это открывает дополнительные камеры в окрестностях. Вот здесь вот. Я вам скажу, что это далеко не самые неприятные камеры, потому что здесь темно. Страшно. И сейчас пооткрывается целая куча неприятностей. Но мы позволим монстрам немножечко поубивать друг друга. И включим свет. Теперь, естественно, наверху открылась ловушка. Мы будем надеяться, что она практически исчерпала свой состав. Так, ну мы выбрались отсюда практически в целом. И теперь переходим к очередной части наших неприятностей. Длинному, опять-таки узкому и забитому монстров коридорчику, который ведет наверх. И может довольно быстро привести к трагической кончине игрока. Пошлем подарок этим ментам. Но ракеты тратить не слишком стоит, потому как они пригодятся, когда мы будем общаться с нашими главными героями всей этой истории. Именно, конечно же, с двумя оборонами Ада, которые, несомненно, будут ожидать нас в конце этого путешествия. А, вы откуда взялись? Отсюда мы можем спринкнуть на вот эту возвышенность и активировать мостик, который ведет нас в очередной ловушке. К счастью, эта ловушка довольно слабенькая. И мы ее без труда вычистим. Зато вычистив ее, мы получаем эксклюзивную возможность направиться обратно к луже зеленой слизи, с которой мы недавно выбрались, и открыть финальную красную дверь. К счастье. Инспектор, тебя сюда никто не звал. Так, ну что, имеет смысл напоследок пробежаться по уровню, потому как мы переходим к самой тяжкой его части, которая будет состоять практически на 100% из боли и страданий. Собственно, вот это вот большое здание мы будем обхаживать по ходу пьесы. И сейчас я начну получать абсолютно лишний и ненужный урон, просто потому что мне пристучило походить. Ладно, поехали. Традиционно в этой игре имеет смысл максимально, максимально предварительно вычищать окрестности. Почему? Потому что все равно через эти окрестности придется прорываться в горе. Осторожность и реакция. Больше здесь ничего не требуется. В чем больше осторожность. Ну, коллеги, пожалуйста, у меня. Спасибо большое, я очень внимательен вам за вашу помощь. Так, ну, по мере возможности мы здесь все расчистили. И теперь нам остается вернуться назад, потому что мы нажали на волшебную конечку. Конечно, ловушки. Конечно, ловушки. Сейчас мы выйдем, наверное, в самую, самую опасную часть уровня. Ау. Оттуда никто не звал. Пан здесь не рады. Почему ловушки-кидок estem? Оттуда никто неusement Итак, мы более-менее зачистили это пространство и начинаем продвигаться вглубь. Эту область абсолютно необходимо максимально зачистить, потому что потом любой лишний противник может поставить точку в вашей карьере великого рейнджера. Эта тура не должен быть особенно интересен, если играть с модом Brutal Doom. Эта кнопочка активирует переход, который позволяет нам попасть в пространство последней комнаты. Когда мы возьмем ракетницу, начнется хаос. Как вы видите, облая телепортация врагов проходит с двух сторон. Однако, если разыграть карты грамотно, то можно пройти этот участок минимизировал потери. Итак, мы плавно переходим к завершающей части нашего с вами эпического приключения имени товарища Ромеро. К сожалению, здесь больше делать нечего, больше никакой халявки нам не светит. И мы можем приступать к суициду. Так, нас уже увидели бароны. Главная задача на этом уровне ликвидировать именно баронов. После их уничтожения открывается портал наружу. Однако необходимо дождаться, пока эта плита спустится. И теперь мы заканчиваем уровень ровно тем же, чем он заканчивался в оригинале. Ну что можно сказать? Это классический Ромеровский уровень со всеми его любимыми заморочками вроде узких подлых проходов, телепортаций монстров при открытых пространствах, из которых монстры могут подло атаковать, или больших открытых пространств с толпами вокруг которых можно лихо носиться. Уровень качественно задизайнен, качественно оформлен, но, конечно же, на фоне тех чудовищных, в хорошем смысле творений, которые создавали фанаты на протяжении прошедших 20 лет, он смотрится, конечно, несколько блекло. Тем не менее, это замечательный уровень и отличный подарок от человека, который стоит у основ такого феномена, как Doom. Спасибо за внимание! Продолжение следует...